Добрый день, уважаемые партнёры! Здравствуйте, дорогая наша администрация! Меня зовут Акшараева Мариана. Я являюсь лидером компании «Фукайдан Волт» в статусе директора «Универсальный ранг» номер 10, в 10-м «Универсальном ранге». Тема сегодняшнего моего вебинара называется «Как прошёл мой первый год в «Фукайдан Волт»? С чего всё начиналось? Моя подруга и мой спонсор Джунжу Зоанеза, у неё была проблема со здоровьем, которую она благополучно решила. И несмотря на это, я знала, что это замечательный продукт, он мне тоже помог, там у меня были проблемы. Несмотря на это, я не готова была работать, хотя посетила офис «Алмэк Абдешер» несколько раз. Посетив несколько раз офис, я поняла, что там собираются люди в основном, которые хотят решить проблему со здоровьем, которые хотят поправить своё положение финансовое, объединяет их какой-то клуб интересов у них свой. Она зазвонила мне несколько раз, но я ещё не была готова прийти в этот визор. В ноябре месяце я узнала, что приезжает президент компании-производителя Джозеф Джен, вот мы видим его на фотографии слева. Мне было интересно встретиться с ним, узнать, увидеть головной офис, а также президента компании «Фукайдан Волк» Виктора Николаевича Куриленко. Для этого мне поставили такие условия мои спонсоры, закрыть квалификацию ВИП и пройти обучение. Всё это прошло за 3-4 дня и настал этот день, 3 декабря 2016 года. Когда я первый раз пошла в головной офис, нам повезло, головной офис находится в городе Алматы, и мы встретились. Была такая тёплая, дружеская атмосфера, встречала нас в дверях финансовый директор Татьяна Куриленко, что меня очень удивило. А Виктор Николаевич, я уже видела его по фотографиям, встретил нас тоже с распростёртыми объятиями. И было очень приятно, конечно, что он нас всех так встречал, о всех так заботились. На встрече присутствовало около 30 человек. Меня впечатлило и удивило то, что многие люди решили свои проблемы или решили проблемы своих близких со здоровьем. Кто-то финансовые, финансовое благополучие обрёг в этой компании. Обстановка была очень дружественная, очень такая интересная, позитивная. Шутили, смеялись, особенно когда один из партнёров сказал «Джозеф, помогите, пожалуйста, добеременеть». Были даже такие моменты. Так, и когда я уже решила для себя, тогда я была, у меня контракт был только на меня, одну, я решила работать. И в этом очень помогла Алмак Абдешевна. Мы приходили в её офис, она являлась директором этого офиса и является, и в статусе директора была. Так, как Алмак Абдешевна учитель, преподавалось всё, конечно, очень доступно, очень интересно. Мы завелись в тетради, было оговорено завести тетради, приходить в такое-то время. Посредством у нас было обучение маркетингу. Вот один из уроков маркетинга и среда, честно сказать, был мой любимый день. В субботу у нас проходили Дни здоровья, куда я начала приглашать, как вы помните, подписку, сначала своих близких. Это первые были моя сестрёнка, потом подошла сестра, брата я так ещё не вытянула, ну и близкое окружение, мои друзья, соседи. Вот тут вот фотография, слайд, это вот один из дней, когда у нас было обучение маркетингу. Я помню, были каникулы зимние, вот сижу я, а тут вот мой сын Диас Акшараев и вот наши партнёры, Анеза, Жанна, Лариса, вот мой тоже вид партнёр. Очень хотелось бы рассказать о своей семье, вот мы все активно отдыхаем в горах, у нас есть горнолыжный курорт, называется Чембулак. Три года назад у меня вот, когда мы оттуда спиткались, и был неудачный курорт, я сломала лодыжку. После этого я в горы ездила, только вот привязывалась в машине на танцы, и активного отдыха у меня такого не было. Подымалась, спиткалась просто. А моему племяннику на тот момент, когда я узнала о компании и вошла уже как партнёр, было всего лишь 9 месяцев. И многие дети вокруг, как раз это был такой год, такая зима, когда свирепствовал у нас грипп в Алма-Ате, в школах дети в детсадах отсутствовали, ну 50% детей не было и на производство тоже. А вот этот ребёнок, ему 9 месяцев, он с нами поднимался на самую конечную станцию, комбо-2 на Чембулаке. Вот мой сын не пропустил школу, как начал пить Пукайдан ни одного дня в школе, что заметили, конечно, его преподаватели и родители, его одноклассники. И началась такая интересная жизнь у меня, пошёл мой первый, скажем так, тарт. Алмака Бешевна учила нас на занятиях по средам мечтать. И у нас была такая отдельная тетрадь, она и есть, где мы должны были в один из дней записать 100 нашей мечты, 100 наименований. Для меня было удивлением, когда я там на втором десятке, я уже не знала, о чём мечтать. Недавно совсем просматривая, где-то в ноябре месяце просматривая эту тетрадь, я начала, мне стало интересно, мне стало ставить галочки. И где-то 75% того, что я писала, сбылось, представляете? Поэтому для новичков, для начинающих, для менеджеров одной и второй звезды или для потребителей одной, двух, трёх звезд, мне хотелось бы сказать, мечтайте. Мечты действительно сбываются. В связи с тем, что у нас в семье произошло какое-то время, я вообще не то, что мечтать, я не мечтала, я не думала о чём-то. Вот как-то пришла к тому, что вот мы троём, я, мой сын, супруг, мы живём в четырёхкомнатной квартире, у нас есть машина, у нас нет кредитов. И зону комфорта, как Людмила говорит, поймала какую-то зону комфорта, наверное, физическую, моральную, материальную, и дальше у меня не было никакого движения. Когда я приходила на занятия, мы приезжали часто с Аней, встречались, ездили к людям, рассказывали о Кукайдане, у нас были домашние кружки, мы выезжали. Вот эта вот энергия, о которой говорит Циолковский, когда люди с одной мечтой, с одними целями объединяются, то их энергия усиливается в семь раз. И когда я посещала, когда мы посещали офис и работали в офисе, мы замечали, что наши телефоны буквально не умолкают. И мы постоянно слышали от партнёров, поставьте телефон на бесслучный режим. Поэтому мне бы хотелось сказать всем начинающим, всем, у кого здоровые амбиции, кто желает стать менеджером или повысить квалификацию до директора, мечтайте. Извините, вы меня слышали? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно, потому что я тут случайно нажала и вышла с комнаты. Не видно? Не видно? Все, все, все. Всем видно, слышно? Я буду продолжать. После того, как вы определили свои мечты, вы можете поставить свои цели или планы. Что такое есть цель? Это ежедневное, ежечасное, скажем так, продвижение по какому-то определенному плану. Пишите, если вам тяжело, пишите план сначала на неделю, а лучше всего на месяц. Так как мы закрываем период за месяц, вы ставите свои какие-то там рамки плана. Можете сделать не то, что вам удобно и легко достичь, стройте наперед и вперед. В первый месяц в декабре, когда я уже работала и получила зарплату, у меня зарплата была 71 тысяча и плюс 50 баллов я получила, ну, случайно выиграла от Виктора Батакова 50 баллов. Итого зарплата моя составила 100 тысяч. В январе месяце, когда был у нас такой промоушен и спонсорская премия была увеличена в два раза, естественно, мы всем офисом этим воспользовались, моя зарплата превысила 300 тысяч тенге, это было уже больше тысячи долларов. Вот тут уже появился какой-то азарт. Очень часто говорят, и мы знаем об этом, что человек состоит на 80% из воды. И если мы не будем мечтать и не ставить цели, так мне понравилось это выражение, то это мы будем представлять всего лишь вертикальную лужу. Поэтому давайте мечтать, ставить цели и добиваться по какой-то определенной программе, идти точно к цели, выработать такую программу на успех. Еще мне хотелось бы сказать, что деньги, часто говорят, что деньги идут к деньгам. Мне бы хотелось добавить, что деньги идут к удачливым людям, поэтому вырабатывайте в себе эту удачливость, мечтайте о хорошем, думайте и планируйте такие цели, которые вы достигнете, и они принесут вам какое-то интеллектуальное и материальное удовольствие. Вы можете, сможете позволить себе съездить куда-то, отдохнуть. Вообще, если выезжать из границ своей зоны комфорта и своего города, и своей области, даже и своей страны, расширяются горизонты. Это даже видно на детях несовершеннолетних, когда выезжаешь на отдых. Сталкиваешься с другой культурой, выходишь вообще на общение с людьми, которые говорят на другом языке, у которых другой интеллект. У которых другой менталитет. И это все по приезду 10-15 дней, если вы где-то будете, да даже 3 дня, это все отложится впечатлицей даже у ваших детей. С компанией FUKAIDAN VOLP все мы знаем, партнеры, что у нас проходит раз в месяц такой промоушен, как час удачи. И когда мы узнали, что будем выступать, так как достигли квалификации директора, мне стало интересно, какие же призы и сколько призов до этот год мы выиграли. С марта месяца мой контракт стал семейным контрактом. Подключился мой супруг, я ему очень благодарна, он поверил, помог и всю техническую часть несет на себе он. Вот я тут записала. Так, вот тут вот вручается Альфа. Эту Альфу, если мне не сменяет память, в июне месяца выиграл мой страницер Азиак. В августе месяце был розыгрыш на розахутор за август месяц, выиграла моя племянница. Три фуковель Альфа стоимостью 73100 мы привезли из Сочи. Также были выиграны нами 34 тысячи денежный приз. Была выиграна коробка напитков. Первый же месяц, когда я стала вьюгипом, я выиграла коробку напитков. То есть я не была без зарплаты, я продала эту коробку. И на тот момент, по-моему, это было что-то около 38 тысяч тенге, был это мой заработок. И много призов было, если так посмотреть на нашу семью, то за 13 месяцев у нас было порядка 15 подарков. За что мы очень благодарны нашей компании. Так, вот это вот интересный такой слайд. Скажите, кто-нибудь узнает вот в этом желтом человечке с красной лентой кого-нибудь? Чтобы вы не гадали, я хотела бы сказать, что это мой спонсор Джунджуза Анеза. Вот в прошлом месяце, когда она добилась квалификации директора, мы видели, мы работаем сейчас в нашем новом месте. Мы видели, что люди к ней приходят, уходят, покупают, рассказываем, делаем промоушены. Анеза из вот этого вот ряда людей, партнеров, которые присутствовали на Роза Хутор, она первая сделала квалификацию директора. И вот среди вот этих вот бегущих меня нет. Если бы можно было бы здесь дорисовать, я была бы человеком, который просто идет кишочком потихоньку. Потому что мой объем за декабрь месяц, за ноябрь месяц, ставил всего лишь 4 тысячи, по-моему, 200. Я закрыла менеджера трех звезд. Мы закрыли дверьми и как-то успокоились. Что сподвигло нас выйти на директора? Это, конечно, наш спонсор. Она мне сказала, неужели, Мариана, ты с Даниаром не желаете съездить в Европу на такие прекрасные острова и увидеть их? Немножко Новый год нам, скажем так, планы сдвинул, потому что многие люди были озабочены тем, что они выбирали подарки. Были подготовка к Новому году, люди ставили еду, ходили на детские праздники, корпоративы. 16 декабря у нас День независимости, поэтому у нас по 3-4 дня в декабре выпадала графика. Большое спасибо компании, руководству, что продлили нам месяц на 32 декабря, 33 и 34 декабря. Просыпаюсь и 33 декабря, 2 января, смотрю на свое ЛГО и вижу 5600. И пишу в Россию далеко-далеко к человеку, с которым мы очень хорошо подружились, Любе. Пишу, Валяевой, представляешь, у меня 5600, я не знаю, как мне быть. На что она мне пишет, у тебя есть еще целые 2 дня, куча восклицательных знаков. Села в интернете Даниара, мы посмотрели рисунки о Канарских островах. Увидели отель, в котором мы будем жить. Я взяла вот этот свой список своих партнеров, там еще нет контактов, но много. И начала смотреть, кого же я могу заинтересовать на Новый год, считайте, 2 января, это утро, заинтересовать в покупке. Когда я начала смотреть своих клиентов, я увидела, у меня появился партнер в Грузии, в городе Тбилиси. Я увидела, что его порошок у Нины заканчивается 12 января. Позвонили мы Татьяне Викторовне, узнали, сколько же идет подсылка, если мы отправим с Алматы до Грузии, до города Тбилиси. Так как Грузия не входит в состав Российской Федерации, мы узнали, что будет ехать посылка в пределах 14 января. Это дало нам право и возможность, и, так сказать, даже радость какую-то. Мы позвонили Нине и поговорили с ней. Объяснили, что прерывать лечение нельзя, но она это знает, просто мы ее закрепили. И сказала я, когда вы будете в городе Краснодар, чтобы мы могли выслать вам продукты, чтобы вы не прерывали лечения. Она сказала, что будет в конце января, поэтому я предложила ей две коробки порошка выслать туда, в Грузию. На что она согласилась. Когда курьер компании поднимался к нам в офис, это было 3 января, весь офис наш очень большой, здание офисное. Здесь находится порядка 40 офисов разных компаний, казахстанских, иностранных, на только одном этаже. Вообще у нас 5 этажей. И 3 января у нас, по-моему, человек 12 из 12 офисов только пришло на работу. Анеза приехала, потому что я ее попросила, мой спонсор. Мы с Дениаром подъехали и стали разрабатывать план. Когда курьер поднимался, возвращаясь обратно к этой теме, когда курьер поднимался, я сделала контрольный звонок Нине и спросила у нее, точно ли вы будете в конце января? Может быть, мы подстрахуемся и вы закажете еще. На что она ответила, ладно, давайте сделаем плюс один. Часть баллов уже увеличилась, уже пошло у меня за 6000 баллов. Ну, а там дальше было делом техники. Как-то говорят же, удача, если идет, и дальше ты так заряжаешься и начинаешь звонить. Я сделала 12 звонков, и 5 человек сказали, что да, им нужна наша продукция, чтобы праздниками они вот забыли взять. И на праздниках они уже на Новый год остались без у кайдана напитка. Как один мужчина мне сказал, моими словами, токсическое воздействие спиртного на мою печень превышает норму, везите нам у кайда. Ну и, в общем, мы развезли эту продукцию и закрыли 7000 баллов. Директорские каникулы стали для меня или Даньяра, мы еще не решили, кто едет, но, наверное, это будет и я. Стали ближе. Как говорит мой спонсор, ты купила билет в один конец. Она это уже закрыла два раза, и она уже едет 100%. Когда я сказала недавно, надо подтянуться и еще закрыть еще один раз, Анеза широко открыта мне глазами. Мне ответила Мариана, не второй раз, а постоянно надо подтверждать эту квалификацию. Понимаете, наши мысли, наши слова, они материализуются. Вот просто ляпнув, можно задать вот эту вот программу в космос, не ту, которую нужно. Поэтому вот она вовремя меня исправила. Так. Жгучее желание добиться своего является стартовой площадкой для взлета вашей мечты. Мне бы хотелось посоветовать или порекомендовать нашим партнерам, которые являются еще менеджерами двух-трех звезд. Помечтайте, откройте по интернету Канарские острова, откройте рисунки острова Тенериф, как там красиво, как там интересно, какое там море. Я еще посмотрела в тот день, 2 января, посмотрели мы Жанну Садыкову на острове Тенериф, когда она выиграла. Там нужно было выиграть, из 410 человек нужно было быть одним-единственным. А здесь это более реально, более доступно, и действительно к этому можно прийти. Поэтому пожелайте, захотите, отправьте это в космос, и Вселенная вам ответит. Радость, говорят, не приходит одна. После Нового года был розыгрыш в четверг. Татьяна Викторовна провела розыгрыш в 5000 долларов для покупки автомобиля в лизинг. И девушка с нашего офиса, которая думала работать или нет, она купила 2 автомобильных комплекта. Зовут ее Анна Ещенко, вы, наверное, все уже знаете. Когда она пришла на встречу к нам, принесла коробку конфет. Такая улыбающаяся, счастливая. Она нам рассказала свою историю. Вы знаете, про меня родственники говорят так, если разобью я что-то, или куда-то съезжу, что-то у меня не получится. Про меня говорят, но это же Аня, понимаете, и нас так это задело в нашем офисе. И мы сказали, Анна Сукайдановов, про вас теперь родственники, друзья будут говорить. Ну, это же Анна. Те же самые слова, но абсолютно другим тоном и другой смысловой нагрузкой. Анна, мы поздравляем тебя. Надеемся, что ты выберешь красивую машину, будешь на ней ездить и часто оставлять на нашей парковке нашего офиса. Для наших партнеров нельзя сказать, что это только наша заслуга, что мы сделали директором. Это заслуга и нашего руководства, которое разработало дополнение, такую бонусную программу, нашим новичкам. Если вот так брать 25, 25 и 10 процентов, но от зарплаты это составляет в среднем 20 процентов плюсом. Для новичков в течение трех месяцев. Это большой бонус. Если новичок получает 100 тысяч, то он вместе с этими бонусами, вначале он наличными получает 100 тысяч тенге, и 20 тысяч бонусов, электронных денег, он может потратить на покупку в следующем месяце добавить какой-то своей покупки для активации или для какого-то продукта помочь своему партнеру. Я бы хотела сказать, когда к вам приходят партнеры, когда к вам приходят люди, когда к вам приходят люди со своими проблемами, постарайтесь доведить их позитивом. Потому что фукайдан наш дает не только здоровье, он дает еще и позитив на каком-то, я не знаю, космическом что ли уровне. Многие знакомые наши говорят, что мы стали выглядеть по-другому. Что говорить о внешнем виде? Мы стали даже мыслить по-другому. Поэтому, если вы доведите позитивом, вы расскажете о часе удачи, какие шикарные призы после Нового года нас ждут, если вы поможете донести им, что это время, это деньги, а многие клиенты, партнеры наши подключились и 25 декабря и говорили, ладно, Новый год, Рождество, давайте мы перенесем на следующий год. Мы говорили, нет, вы знаете такую поговорку? Время – это деньги. Ваши деньги должны работать, ваша энергия должна работать уже в 2017 году. А в 2018 год вы уже придете к этому еще как кладдарму и увеличите свои доходы. Зарядитесь с терпением, обучите, выработайте стратегию. Сначала заинтересуйте человека, расскажите о своих достижениях, о результатах, если этот человек пришел за здоровьем, подключите своих партнеров, которые получили какие-то результаты и постарайтесь, чтобы этот человек ушел намного счастливее, намного добрее и с ощущением, что он станет богаче и здоровее, если он останется с вами в этой компании, в нашей продукции. Фотография третьего бизнес-форума, на котором сотрудники нашего офиса, вот тут вот мой супруг, у нас семейный контраст, здесь вот я и мой спонсор, любимый, тут вот наш наставник, Алмак обвешанный, наши партнеры, наше руководство, все счастливые, видите, все улыбаются. В компании с логотипом в Кайдангу, на фоне вот этой вот башни с часами. Не перестаю говорить, что это место с такой энергетикой, энергетикой успеха, энергетикой какого-то здоровья, энергетикой денег. Спасибо, Жанна. Спасибо вам всем за хорошие смс-ки. Так, мне хотелось бы пригласить всех наших партнеров, которые в квалификации менеджеров и вип-партнеров, и просто партнеров, на наш четвертый бизнес-форум, который состоится, пока еще мы не знаем где, возможно, это будет Марокко, возможно, это будет опять отрасль и Канарские острова в Европе, возможно, это будет южное побережье, южные территории Китая, отрасль Хайнань, их еще называют китайскими Гавайями. Давайте присоединяйтесь к нам, здесь не очень тяжелые условия для выполнения, вот самому будь вип-партнером, естественно, что это сделайте за месяц, за два, если вы решите работать. 20 вип-партнеров на одного партнера, а на нас с супругом семейный контракт, 40 вип-партнеров за 13 месяцев, я, честно сказать, так подумала, можем ли мы это сделать. Сентябрь прошел у меня без вип-партнеров, октябрь прошел без вип-партнеров, но что интересно, когда подключили вот мы людей, новичков, и показали им вот этот вот наш новый промоушен, 25 стартовая премия по уни-бонусу, 25 по спонсорской премии и 10 по бонусу бесконечности, и когда все узнали, что если у них будет большая зарплата, а это плюс еще 20%, люди стали работать. Большой плюс был, конечно, это наш промоушен, автомобильная программа. Потом на Новый год были замечательные промоушены в виде 50 баллов от Виктора Николаевича, от Виктора Олеговича, 50 баллов, и здесь у нас в Доскарсе эти промоушены висят, и сладкий подарок с нашей продукцией родной от Людмилы Батаковой. Также, вот тут вот я назад пройду, сейчас удачи, который будет за январь месяц, по итогам декабря. Здесь вот такой вот промоушен, 600 денежных единиц. Это 204 тысячи тенге по нашим деньгам. По российскому надо разделить на 6, да? 65 рублей 1 балл по российским меркам. Вот, 204 тысячи тенге, это большая сумма, я бы сказала, это огромная сумма. Эта сумма превышает доход среднестатистической казахстанской семьи. И вот в своей книжке, в тетрадке, где я пишу свои мечты, я записала. Я выигрываю 24 тысячи тенге, и на 70 тысяч я заказываю напиток Кукайдан, и отправляю, отвожу его в город Толгар, это спутник города Алматы, в дом для детей инвалидов, чтобы они поправляли свое здоровье. Я познакомилась с психологом с этого дома, где живут детки от 3 до 14 лет. И когда я разговаривала с Альбиной, она мне сказала, что Мариана 5500, даже оптовая цена, это для многих семей, для их детей неподъемная сумма. Поэтому, когда вышел вот этот вот наш промоушащий, тот балл, ну, мы вот так вот решили с супругом. Мне бы хотелось, вот многие люди знают, что это Роберт Киасаки. Мне бы хотелось, вот, богатые люди строят сети, да, вы сами можете это прочитать, остальные ищут работу. Конечно, наши зарплаты, в этом месяце моя зарплата, наша зарплата составила 501 тысячу. Плюс там в сети под нами, по первой линии наш сын Акшара Аддиак, моя племянница, у нее зарплата за 120 тысяч, она не работала, там частичная зарплата тоже будет. В общем, мы когда посчитали, около 620 тысяч тенге. Это хорошая сумма, это большая сумма, это более 2000 долларов. И, конечно же, нас подвигло на это наши директорские каникулы и наш спонсор. Поэтому для партнеров, которые желают, которые мечтают продвинуться, закрыть, стать директором одной, двух, трех звезд или, может быть, стать квалификацией выше еще, поставьте, определите свои цели, помечтайте об этом. Распишите свою зарплату, которую вы будете иметь в этом статусе, кому вы что подарите, что вы себе купите, куда вы поедете. То есть эти деньги уже у вас есть, вы это, скажем так, сфизиализировали и эти деньги уже потратили. То есть почувствовали прям даже обновки на себе новые. А Роберта Киасаки я узнала в 95-м году. Мой зять, когда еще он был студентом экономического института, читал его, и я помню, эта книга называлась «Богатый папа», «Верный папа». В 2 часа ночи он ложился спать, студент, у него уже был ребенок, и вот он эту книгу читал. Сейчас у него несколько бизнесов разных направлений, у него своя компания, у него свое кафе интеллектуальное, где все могут приходить, читать книжки, читать и находиться целый день. У него, он является официальным представителем фирмы «Икея Мебель», знаменитая на весь мир, в Казахстане. И может быть, если мы встретились бы раньше с такими людьми, как Алмака Бешевна, и узнали и сетевой маркетинг, и сетевую деятельность открыли для себя раньше, может быть, мы тоже достигли бы этих результатов, но я нисколько не жалею. Здорово, что это мы для себя открыли. Откройте это тоже для себя. Почитайте литературу, совершенствуйтесь в день для хорошего продвижения и для успешного бизнеса. Я вывела для себя формулу, оказывается, нужно делать не менее пяти успешных звонков. То есть, у меня где-то выходит 12-13 звонков и пять звонков. Люди соглашаются, говорят, да, мы будем это брать, и некоторые уже из них являются нашими потребителями. Не оставляйте это на завтрашний день. Старайтесь, я тоже этим иногда грешу. В последнее время, вот в прошлый месяц, вторую половину декабря, мы стали, я стала прописывать вот в этой книжке своей, я стала прописывать с часу до двух совершать звонки, и времени даже не хватает. Иногда люди говорят, нам сейчас некогда, мы на работе, пишут, не звоните нам, не отвлекайте нас, тогда мы звоним уже вечером, после ужина, когда люди пришли, расслабившись, отдохнувши, отдохнувши, тогда мы уже звоним еще раз закрепить этот результат. Мы поздравляем наш офис, называется Пухайдан Центр, от имени Дэняра Шараева, меня и нашего спонсора Джунжу Зионезе, мы поздравляем Елену Бондаренко с достижением квалификации директора одной звезды. Елена очень приятно будет с вами встретиться с таким профессионалом, как вы, пообщаться на острове Пенериф. Ну, с чего все начиналось вебинар нашей компании и с чего все начиналось и как прошел мой год. Я думаю, я вам рассказала, принесла это до вас. Спасибо вам всем за внимание. Я думаю, что в следующий месяц у нас появится еще несколько директоров. Спасибо. Всем до свидания. Желаю вам успехов. Давайте загадаем, что нас будет очень много, что мы будем купаться в Атлантическом океане, что мы поедем еще и на побережье, наверное, уже другого океана, скажем так, Тихого. Поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, с наступающим старым Новым годом. Желаю вам успехов, творческих успехов, успехов в работе, вам хороших клиентов и результатов по нашему продукту. Часто я повторяю своим партнерам, которые уже начинают работать, вам не будет стыдно за этот продукт, вы его полюбите, так, как люблю его я. Я желаю вам всем получить результат по продукту и этот результат нести в марте, чтобы у вас было масса, масса результатов, хороших вам больших чеков, хорошего настроения. До свидания, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok